Славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 апреля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 16-й день месяца посева на лечение, 7525 лета, пятница. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Русский язык. Этимология слова образования и применения». Автор-сказитель у нас сегодня будет Антон Львов. Здравия тебе, Антон! Да, Алексей, добрый вечер всем радиослушателям. Здравия! Как уже правильно было замечено, сегодня будем говорить о нашем русском языке, великом, могучем. Для начала хотелось бы буквально пару слов сказать о своей недавно вышедшей книге. Ну, я себе тоже заодно. Ну, давайте сначала о себе. По образованию я физик-теоретик, женат, воспитываю маленькую дочку, два годика, семь месяцев. Соответственно, ну, работаю не по специальности. В свободное от работы время, в основном вечером, вот, занимаюсь, скажем так, писательством. И последнее свое произведение, благодаря издательству «Концептуал РФ», удалось воплотить. Вот, давайте теперь, ну, буквально пару слов о том, что это такое. Называется поэма «Сказание о Ратмире». Предназначена она для всех любителей сказочной русской мифологии, русской традиции, поэзии. В книге рассказывается о столкновении русского уклада с олицетворяющим зло змеем. В борьбу с этим злом выпадает вступить в молодому Ратмиру, воспитаннику мудрого волхва. На своем пути главный герой встретит Бабу-Ягу, Кота-Баюна, морского царя Святогора и других любимых нами народных персонажей. Герой посетит царские хоромы, дремучие леса, морское дно, чтобы в итоге дойти до Змеевого царства и принять неравный бой. Ну и еще раз хотелось бы, как уже сказал, поблагодарить издательство «Концептуал» за благотворное сотрудничество. Саму же книгу можно приобрести в сети магазинов «Читай город», в интернет-магазине «Озон». Ну и, конечно, на сайте самого издательства «Концептуал.рф». Вот. Слышно меня, Алексей? Да, конечно, слышно. Да, давайте теперь перейдем непосредственно к самой нашей сегодняшней теме «Русский язык. Этимология. Словообразование. Применение. Е». Давай. Вот. И начать хотелось бы вот с такого вопроса. Наследие ведической культуры в русском языке, имена могов как корни в словообразовании и русские имена как наследие, я даже сказал бы скорее славянские имена, как наследие культуры древности. Наш русский язык — язык уникальный, язык, которым удалось сохранить себе архаичность и древность, несмотря на все потрясения и изменения нашей истории. И сквозь обыденные привычные слова в современности, скажем так, проявляются древние боги, чьи имена служат основой для многих слов и понятий. И начнём с одного из главных представителей нашего славянского пантеона — бога Перуна. Ну, как всем известно, Перун — бог грома, бог молнии, бог движения, покровитель воинов. И вот как раз в его имени и отразилось это самое движение, стремление к совершению действия. Перебежать, перенести, перешагнуть, перебороть, перепрыгнуть. В данном случае приставка «пере» является некой движущей силой, выражает это стремление совершить действие. Ну и, наверное, самый простой пример — это слово «переть», где вот это «пере» является основой слова. Следующий бог — бог Хорс, бог Солнца, бог хранитель света и тепла. Отсюда всем известное слово «хоровод» — это движение во имя Хорса. «Хорошо» — это, по сути, значит, солнечно. Хоромы вместилище для света. Ещё один пример из названий нашего Солнца — «Кола». Ну и, как следствие, в названии почти всех круглых предметов присутствует данное значение «кольцо», «колесо», «колонна», «колобок», «колыбель». Ну и, соответственно, даже просто слово «кол» имеет, скажем так, в своей основе вот это название. «Яр» — это некая персонализация светила и его качеств. Ну, отсюда мы имеем характерные слова «яркий», «ярый», «ярмарка», «ярость». Следующий интересный пример, разберём его на, скажем так, на имени богини Мары. Мара — это славянская богиня смерти и увядания. И, ну, вообще в целом сочетание букв «м» и «р», причём не только в русском языке, но и во многих языках, означает понятие, скажем так, потусторонние, близкие к смерти. Ну, вот, например, английское слово «мёрдер» — «убийство», где «м» и «р» — две основополагающие буквы. Ну и теперь примеры из нашего русского языка. «Мор», «смерть», «море» — это как что-то неизведанное, такое бескрайнее, некий путь в навь. «Мороз», «смерд», «мрак», «сумрак», «моргать» — во всех этих словах основу составляет «м» и «р». Давайте пойдём дальше. «Макош». «Макош» — это богиня плодородия, и в её имени мы имеем сразу два образующих начала. Первое — это «ма», ну «ма» — это, понятно, это женское начало, да, первое слово ребёнка — это «мама» или просто «ма». А второе — это «кош». Соответственно, «кош» так называлось вместилище для чего-либо. Ну вот, например, «кошель», например, «кокошник». Ну почему «кокошник»? Соответственно, раньше одно из названий курицы — «кокош». А «кокошник» — это головной убор, скажем так, напитывающий девушек детородной силой птицы. Да, вообще раньше яйцо и птица были такими двумя символами рождения новой жизни. Ну и ещё буквально там пару примеров. Это «лукошка» и «кошмар». Вот слово «кошмар» тоже интересно. Если «кош» — это некий накопитель, то «мар» — это сочетание букв «м» и «р», как мы уже говорили, такие близкие к смерти. Ну то есть это такое накопление чего-то такого опасного. «Богиня Лада», «богиня любви и красоты». Ну здесь понятно, да, «лад» — это когда красиво, когда с любовью. Отсюда владеть, деять в «ладе», отсюда «ладонь». Ну почему «ладонь»? Потому что руками мы мастерим, строим, пишем, рисуем, создаём что-то упорядоченное. «Ладный клад», «меч-кладенец», «сладкий». «Сварог», «бог-кузнец», «создатель земли и неба». Соответственно, все мы знаем слово «сварганить». Это, скажем так, что-то сделать, что-то создать. И, соответственно, вот этот корень «вар» — «варить». Можно варить, я не знаю, там, металл, варить еду. «вар» — это, скажем так, тоже некое создание чего-либо. И есть такое предположение, что даже на самом деле слово «варвар» «варвары» — это некие умельцы и создатели. Ну то есть повторение этого слога «варвар» — это, скажем так, указание на превосходную степень. Ну вот вроде того, как громко-громко, сильно-сильно, да, вот что-то вдвойне, скажем так. Следующее божество, оно такое менее привычное, раз, вот как приставка, как начало счёта, да, раз, два, три. Соответственно, вот на это божество обратил внимание известный писатель Сергей Трофимович Алексеев. То есть это название одного из самых древних и архаичных богов света. Сейчас в русском языке «раз» проявляется в виде приставок, в виде инициализации, начало действия. Ну, например, «раз» — свет, ну то есть это первый свет, да. Почему мы имеем право сказать «раз» — свет и написать? Потому что до 1917 года слово «раз» — свет как раз писалось через букву «з». Соответственно, только, скажем, более поздним правилом мы в некоторых случаях вместо буквы «з» пишем букву «с». То есть «раз» — это первый свет, «разбег» — это начало бега, там, «разгадка» и так далее и тому подобное. Ну и сейчас также это существует в виде слога «ра» всем известного. «Велес» — бог достатка, бог скота, покровитель знаний и сказителей. Ну, соответственно, это выражается в неком слогокорне «ве». Ну, то есть какой-то «вещий, знающий, значимый». Ну, опять же, да, слова «вещий», как я уже назвал, «великий», «ведающий», «весомый», «верный». Ну и, конечно же, также один из главных богов в нашем пантеоне — это бог Род. Ну, тут, я думаю, даже примеров особо приводить не надо. И так понятно, что это и родственники, и рожь, и родители, и там Родина и так далее и тому подобное. А теперь давайте перейдём от имён богов к славянским именам, скажем так, человеческим. Вообще, славянские имена, если на них более пристально посмотреть, то это имена такого мудрого народа, живущего во взаимосвязи с природой, живущего во взаимосвязи с самим собой. И когда пробуешь, когда их слышишь, когда пробуешь их, скажем так, на слух, кажутся смешными напущения многих историков, которые доказывают, что славяне были ещё не в столь отдалённом прошлом, жили в грязи, были дикие, безграмотные, ну, как говорится, жили в лесу, молились к лесу. Вот, какие же у нас бывают славянские имена? Во-первых, это двусоставные имена, имена, восславляющие или дающие характеристику их носителю и окружающему миру. Ну, например, Святослав, Яромир, Ратиборф, Севолод, Вячеслав. Причём, скорее всего, и у имени Вячеслав есть более архаичная форма, и она писалась через «е», то есть не Вячеслав, а Вечеслав, два составные, две составные части — это Веча, да, некое такое собрание, и, ну, восславление. Ну, женские имена двусоставные — Белослава, Белолюба, Добромила, Доброрада, Людмила и так далее. А второе — существовали также имена существительные, ну, причём они, скажем так, чаще давались женщинам. Ну, всем известны имена, которые и сейчас можно очень часто встретить. Любовь, Вера, Мира, Надежда, Полина, Олеся. Ну, ещё были такие некие имена-прозвища, созданные от причастия или, может быть, там, качеств характера, которые давались, ну, по разным источникам, там, может быть, до достижения семи лет, может быть, до достижения, там, двадцати одного года. Ну, например, Неждан, да, это когда ребёнок был нежданный, вдруг раз вот женщина забеременела. Хатен — такой желанный ребёнок, да, любим, храбр, сияна. Ну, вот Светлана — одно из современных таких оставшихся имён. Теперь мы с вами перейдём ко второму вопросу. Немножко поговорим о Шишкове Александре Семёновиче. Это один из самых ярких исследователей русского языка XIX века. Вру даже в XVIII родился он в Москве в 1754 году, умер в 1841 году в Санкт-Петербурге. Являлся писателем, военным, государственным деятелем, даже адмиралом. Был одним из ведущих российских идеологов времён Отечественной войны 1812 года. И был президентом Литературной Российской Академии. И вот у него есть такой очень-очень интересный труд, который называется «Славяно-русский корнеслов». Советую нашим радиослушателям найти эту книжку в интернете, потому что сделать это довольно легко. Она, ну, того стоит, скажем так, стоит потраченного на неё времени. И вот на издании этой книжки Александра Семёновича благословил сам император Николай I. Вот даже давайте процитируем. «Александр Семёнович, позволяю вам книгу сию посвятить моему имени и, изъявляя вам за труды вашу мою признательность, пребываю к вам всегда благосклонен». Сейчас в научном мире популярна теория о едином проязыке, из которого впоследствии и, скажем так, получили развитие все остальные языки, да, в том числе современные. А вот как раз Александр Семёнович писал об этом ещё в первой половине XIX века. А сейчас мы будем его цитировать, и вообще, ну, сегодня цитировать и сравнивать мы будем много, так что будьте к этому готовы. И вот что пишет о русском языке Шишков. «Исследование языков возведёт нас к одному первобытному языку и откроет, как невелика их разность, она не от того, что каждый народ давал всякой вещи своё особое название. Одни и те же слова, первые коренные, переходят из уст уста, от поколения к поколению, изменялись так, что теперь сделали сами на себя непохожими, пуская от всех изменений своих тоже сильно изменённые ветви. Слова показывают нам, что каждый имеет свой корень и мысль, по которой оно так называемо». И языком, наиболее приближённым к проязыку, учёный считал как раз наш русский язык. Теперь опять его немножко поцитирую. «Я почитаю язык наш столь древним, что источники его теряются во мраке времён, столь в звуках своих верным подражателям природы, что, кажется, она сама его составляла, столь изобильным в раздроблении мыслей на множество самых тонких отличий и вместе с столь важным и простым, что каждое говорящим лицо может особым приличным званию своими словами объясняться. Столь вместе громким и нежным, что каждая труба и свирель, одна для возбуждения, другая для умиления сердец, могут находить в ней пристойные для себя звуки». Причём самое интересное, ещё в то время Александр Семёнович не питал абсолютно никаких иллюзий по поводу привнесения в массы науки о изучении этимологии слова, языка в целом, и также об этом писал. «Нельзя не удивляться, что наука красноречия, изящная ума человеческого забава и увеселения во все времена приводилась в правила и процветала. Между тем, как основание её наука языка оставалась всегда в темноте и безвестности. Никто или весьма немногие дерзали входить в её таинственные вертепы и то, можно сказать, не проницали далее первых превратах её пределов». И он в своих трудах даже указывал причины этому. Вот давайте их теперь тоже немножко посмотрим. Первое. Новейшие языки, заступившие место древних, потеряв первобытные слова и употребляя только их, и их отрасли не могут более быть верным путеводителем к своим началам. Все древние языки, кроме славянского, сделались мёртвыми или малоизвестными. И хотя новейшие учёные мужи стараются приобретать в них познание, но число их мало, и сведения в чуждом языке не могут быть столь обширны. Но сам Александр Семёныч этих трудов нисколько не боялся. И вот даже супруга его говорила о муже следующие слова. «Мой муж мой вечно занят какими-то патриотическими бреднями». А теперь давайте, скажем так, от личности Александра Семёныча перейдём непосредственно к самим его изысканиям и посмотрим, что же он такое насочинял, скажем так, наоткрывал. Многие слова «корни» он выводил из звуков самой природы. То есть речь начиналась с того, что человек подражал звукам природы с помощью голоса, и таким образом появлялись первые слова. Здесь он рассматривает слова, строящиеся на сочетании букв «кр», «гр», «хр», то есть «кр-гр-хр», слышимые в преломлении сухих вещей, в ударении друг от друга, твёрдых тел, в воздушных трениях, в голосе животных. Ну и, соответственно, вот эти все звуки подали человеку повод к составлению из них слов, означающих разные глазы или шумы. И вот очень интересный пример. Шишков рассматривает слово «кора». Давайте теперь его ещё немножко поцитируем. В слове всем примечается тот же звук «кр», ибо оболочка дерева, называемая корою, бывает в старых деревьях обыкновенно сухая, чёрствая, ломкая, и во время преломлений издаётся и звук, от которого название сиё получило. Неоспоримым доказательством служит название коры на других языках, например, по-латински «кортекс» или «крустум», по-рагузински «кора» или «хрусталица», ясно показывающее сходство с нашим «хрустеть», «хрупко», «хрусталь», а именно звукоподражания сухим преломляющимся вещам. Ум человеческий от понятия «ошуми» перешёл к понятию «овещи», издающей его от «кр» к «коре», соответственно. И далее такое интересное замечание, что как раз первой крышей для древних людей, в крыше тоже сочетание этих букв «к» и «р», была крона «дерево», которое тоже образуется из природного словокорня «кр». Ну и «шкура», либо более раннее произношение «скора», он, Шишков, тоже относит к этому сочетанию букв. Вот что он об этом пишет. «Человек, находя сходство между корой дерева и звериной кожей, ибо она также покрывает зверя и также может быть с него сдираема. Для отличия от «кора», прибавив букву, назвали её «скора» или «шкура» и произвели ветви «скорняк», «скорничать». Ну и ещё один пример – это «скорлупа». Ясно, что слово составлено из «скора» или «скоро» и глаголу «лупить». Ну, «скоро лупится», скажем так. Следующий весьма интересный пример, скажем так, немножко открывающий тайну над нашим русским языком, это дерево слов, строящееся на корне «плух», сочетание букв «п» и «л». И вот Шишков выражает мнение, что этот природный корень заимствован у плеска воды, ну или, например, у звука во время удара ладонью по глади воды. Соответственно, граница воды – это некое разделение двух сред, воздушный и водный. Пространство делится на половины. Отсюда и плоскость, да, вот как раз появляются две эти буквы «п» и «л» – «плеск», «половина» и так далее. И теперь какие слова он приводит, скажем так, из этих соображений, из соображений плоскости воды. Поле – это плоское пространство, ну, отсюда понятно, что полк и полковник – это такие полевые войска. Пол мужчины и женщины, каждый отдельно составляет половину человеческого рода. И вот сейчас тоже немножко его процитируем. Он разбирает слово «палата». Слово «сие» в словаре названо латинским. Но почему оно латинское? Где доказано коренное первоначальное его значение? Я открываю латинский словарь «палата», ряды набитых в землю свая для составления некого помоста или основания под строящееся здание. Каким же образом согласить такое объяснение с нашими палатами? Скажут, да на латинском и других происходящих от него языках разумеют подсим огромный великолепный «палас», «палацио», следовательно, мы от них взяли. Но почему мы от них, а не одни от нас? Пишет Александр Семенович. Если мы от них, то зачем же совсем не по их языку говорим «казенная палата», «парусиная палатка»? Мужики наши имеют в избах свои «палаты», «палати» и «полати». Верно, нет латинских мужиков, у которых нет ни палат, ни палатий. Заимствовались её названия. Откуда же его взяли? Без сомнения от слова «пол» или «поле», или «площадка», или «плоскость», равно как и «полок» в бане или «полка при стене», потому что все сиеветы, как исходящие из одного и того же корня, в общем смысле, сближаются между собой. Но и само слово «латинская палата», выражая ряды набитых свай под основание здания, не изъявляет ли собой подобной же мысли. Вершины этих свай составляют некую плоскость, поверхность или площадку, которую мы называем иногда «поле», иногда «пол», иногда «полка», иногда «палаты». Потому и латинская палата, или французская «palace», или итальянская «palazzo» может происходить от славянского корня. Теперь перейдём к следующему примеру Шишкова. «pala» — это дерево слов «st», сочетание букв. Что пишет об этом Шишков? «Корень сей при особенном значении каждой ветви не пристаёт во всех языках изъявлять одно и то же. Главное понятие о неподвижности и непоколебимости, то есть о пребывании вещи в одном и том же месте или в одних и тех же обстоятельствах. Это первое значение получил он от родоначального глагола «стоять» и передаёт всем исходящим от него ветвям это самое значение. И вот в этом месте хотелось бы вспомнить русскую буквицу, где как раз буква «т», образ буквы «т» означает «твердь». То есть таким образом всё получается абсолютно логично, если мы примыкаем к ней букву «с», то есть получается «с твердью стоящей» или «твердо стоящей». И интересно, что при присоединении буквы «р», вот «стр» получается, вот это «ст» получает некое значение распространения. Ну, например, страна, просторы, стрела, страх и так далее. Кстати, в английском языке сочетание букв «с» и «т» тоже очень часто обозначает что-то неподвижно стоящее. Ну, например, «стоп», да, это, скажем так, всем понятно, «остановка», «стей», «стоять», «статью» — это статуя. Вот латинские слова «instаблис», «не стойкий», «не постоянный», «консиста», «состоять». Вот, соответственно, мы видим сочетание тех же букв и, соответственно, получаем те же самые значения. Теперь перейдем, скажем так, к еще одной интересной работе Шишкова. Шишков жил как раз во время Первой Великой Отечественной войны с французами, и вот есть у него очень интересная статья о захватнической роли французского языка в XIX веке. Ну, как говорится, хочешь погубить народ — истреби его язык. И войны могут идти как на физическом, так и метафизическом неком смысловом уровне. Это мы видим сейчас, это можно было видеть и в XIX веке, когда в Российской империи вовсю навязывался язык французский. И вот как раз во время Первой Великой Отечественной Шишков писал, давайте опять его будем цитировать, «Взойдем, как хамоногий бес, на высокую башню, снимем кровь из домов и посмотрим, что в них происходит. С чего начать? С воспитания. Есть ли хоть один, кроме самых бедных, в котором бы детей наших воспитывали не французы? Сие обыкновение так возросло и усилилось, что уже надо быть героем, дабы победить предрассудок и не последовать общему течению вещей. Вы пытаетесь сказать, что языку нашему, наукам, художествам, ремёслам и даже нравам наносит вред, принятый по несчастью всеми правилам. Сердитые и безрассудные высорупают вам глаза, те, которые помягче и поумнее, станут вам доказывать. Не пустое ли ты говоришь? Когда же лучше обучаться иностранному языку, как не в самом ребячестве? Дети играючи научатся сперва говорить, потом читать, потом писать. И как французский язык необходимо нужен напоследок, будут писать так складно, как бы родился в Париже. В этой самой мысли и заключается владычество его над нами и наше рабство, пишет Шишков. Он потому необходимо нужен, что сделался общим и во всей Европе употребительным. И Шишков пишет, что сожалеет о Европе, но ещё более сожалеет о России. Опять процитирую. Для того, может быть, Европа и пьёт горькую чашу, что прежде, нежели оружием французским, побеждена уже была языком их. Прочитайте переведённую с французского книгу «Тайная история нового французского двора». В ней описывается, как министры, их обедуя у принца своего Людвига, рассуждали о способах искоренить Англию. «Всеобщее употребление французского языка», говорил один из них. «Сделайте, чтобы в Англии также говорили по-французски, как в других краях. Старайтесь, продолжал он, истребить в государстве язык народный, а потом уже и сам народ. Пусть молодые англичане тотчас посланы будут во Францию и обыченному одному французскому языку, чтобы они не говорили иначе, как по-французски, дома и в обществе, в семействе и в гостях, чтобы все указы, донесения, решения и договоры писаны были на французском языке. И тогда Англия будет нашою рабою». Ну и дальше делается вполне логичный вывод в трудах Шишкова, что воспитанный на французский манер ребенок отринет все родное и уже никогда не сможет стать патриотом своего отечества. А ежели взрастить целое поколение таких детей, то страна, в принципе, не сможет себя защитить. И вот сейчас можно провести очень интересные параллели с языком английским. Очень часто детей обучают английскому языку, когда, я не знаю, в два-три года, когда ребенок по-русски-то еще не говорит, а уже должен запоминать, как по-английски называются кошечки, собачки, мышки и так далее, и тому подобное. Конечно, расширять кругозор, расширять знания ребенка нужно, тем более, да, что английский язык сейчас к счастью или к несчастью, каждый может судить сам, является одним из основных. Но во всем нужна золотая середина, скажем так. Вот об этом писал и Шишков. Теперь перейдем к с вами следующему вопросу. Алексей, как, кстати, меня слышно? Радуга, радуга, я Чайка. Слышно хорошо, слышно хорошо. Полет нормальный. Теперь мы поговорим о русском языке и санскрите, о схожести этих языков и о работе некоторых, скажем так, санскритологов. Давайте быстро, вкратце, не углубляясь, сначала скажем, что такое, озвучим, что такое санскрит. Санскрит — это древний язык Индии, само слово означает обработанный, совершенный. Возраст ранних памятников доходит до трех с половиной тысяч лет. Соответственно, распространен в Северной Индии в качестве одного из языков наскальной эпиграфике. И санскрит не нужно рассматривать как язык какого-либо народа, а скорее как язык определенной культуры, распространенный исключительно в среде социальной элиты, по меньшей мере, начиная с античности. Соответственно, и как это неудивительно, оказывается, что этот язык очень похож на наш с вами современный русский язык. Причем похож более чем на любой другой язык. И давайте, ну, чтобы не быть голословным, скажем так, по этому вопросу, предлагаю быстренько пробежаться по труду «Индия и Россия», который был написан, вот зовут лингвиста Вира Риандра Риши. Причем вот этот лингвист в 1970 году был удостоен президентской награды за свои языковые изыскания. Опять же, эту книгу, про которую я сейчас говорю, можно, в принципе, без труда найти в интернете. И, скажем так, проверить все то, о чем мы сегодня с вами говорим. Соответственно, в самой книге он сравнивает два языка, как понятно из названия, индийский и русский. Причем делает это абсолютно ясно и понятно, в том числе посредством сравнения, обозначающих одинаковые понятия слов. Ну, давайте мы с вами последуем его примеру и, соответственно, также будем сравнивать примеры из его книги. Начнем с числительных. Ну, соответственно, тут нам будут попадаться как слова аналогичные, так и отличающиеся. Вот посмотрим, каких больше. Один – ика, два – дви, три – три или трини, четыре – четвари, пять – панча, шесть – шаш, семь – сапта, восемь – аста, девять – нава, десять – даса, сто – сатам, двести – двистам. То есть, как мы видим, большая часть слов, они почти один в один. Ну и для вдруг слушающих нас санскритологов хочу заранее извиниться за свое произношение, потому тут, наверное, главное не произношение, да, а вот именно схожесть в написании в основном. Причем, говоря о числительных, так же, как в русском языке, в санскрите первые числительные зависят от рода. Ну, то есть, например, он один, она одна, оно одно. Вот, одно и то же число один изменяется парадам. Соответственно, в санскрите парадам изменяются числа один, два, три, четыре. Теперь давайте от чисел перейдем к родственникам. Мать – матри, брат – мхатри, сестра – савасар, сын – сон, дочь – дахтри, дитя – дхитя, папа или отец – пита, то есть питающий, да, по сути, дядя – дада. Дальше еще интереснее. Местоимение. Этот – этот, тот – тат, кто – как, который – катара, вас – вас, мне – ми, нас, соответственно, нас также есть, сам – самам, тебе – те. Ну и несколько еще примеров, скажем так, поразительных сходств, которые на самом деле можно очень-очень долго перечислять. Когда – кода, грива – грива, жив – жива, смерть – мрите, животное – живатни, бог – бага, ну, с придыханием бхага, скорее, вот так вот. Причем на санскрите бхага означают «дающие блага». И на самом деле вот «дающие блага», если проводить пример с савидическими представлениями Древней Руси, то боги наши, да, с вами, славянские, они являлись дарителем некоторых благ, там, жизни, дождя, урожая и так далее, тому подобное. Ну, давайте дальше немножко посравниваем. День – Дина, зима – Хима, весна – Васанта, дверь – Двара, дом – Дхама, ведать – Петьти, вопрос – Випрасна, дать – Дати. Причем, вот, заметьте, тоже интересный момент, глагол «дать», да, на санскрите «дати». А еще совсем недавно в русских глаголах очень часто в разговорной именно речи встречалось и применялось окончание «ти». Например, «выду погуляти», «поплясати», «ставни растворяти», «поиграти». И это все очень, опять же, такой маркер для сравнения с санскритом. Теперь продолжим сравнивать с санскрит, но уже посредством работ, санскрит и русский, посредством работ Светланы Васильевны Жарниковой. Родилась она в 45-м году во Владивостоке, а не стало ее совсем недавно, в ноябре 15-го года. Светлана Васильевна советский, российский этнограф, искусствовед, член Русского географического общества, была кандидатом исторических наук. И ее работы мы с вами рассмотрим с точки зрения гадронимики, науки, изучающей географические названия. Отразилась ли схожесть слов на схожести географических названий? Давайте посмотрим. Будем приводить примеры наших русских речек, но многие из этих речек, по крайней мере, и так назывались в царской России, в разных губерниях, и будем смотреть, если что-то похоже на эти названия в санскрите. Ну вот, давайте начнем. Река Алка в Волонинской губернии. Есть точно такая же река Алка в Индии. Алка означает завиток. Озеро Шива, опять же, в Волонинской губернии. А Шива — это индуистское божество, олицетворяющее мужское начало вселенной. Река Кама, ну тут понятно, да, желание, любовь. Река Варда — это Пенежский уезд Архангельской губернии, дающий воду. Река Варжа — Варджа на санскрите свободный. Река Вега — это приток Онеги, а Вега — поток. Река Ганга — как оказалось, река Ганга есть не только в Индии, но она и была в Вонежском уезде Архангельской губернии. Река Кала в переводе темный. Река Лакшма, а Лакшма — это богиня красоты и богатства. Река Павна, Павна — значит очищающий. Река Падма, Кувшинка Лотос, Река Сара, а Сара — течь, означает. Река Сарга, причём Река Сарга в течение изливания, означает. И это далеко не все сходства в названиях. Опять же, кому интересно, скажем так, самому прочитать, самому узреть, очень советую прочитать книгу Светланы Жарниковой «Золотая нить». Вот не так давно вышло её переиздание «След ведической Руси». По-моему, если я не ошибаюсь, сейчас книгу можно приобрести на сайте концептуал.рф. Вот. И есть также очень интересные замечания, профессора Делийского университета Дурга Прасад Шастре, его зовут, который в 60-е годы посетил Советский Союз и, как известно, там буквально через несколько недель отказался от переводчика. И он очень удивился, когда в одной из деревенек неподалёку от Москвы женщина представляла там, вот сказала, вот это сын, это моя сноха. И он там открыл рот, потому что сын и сноха фактически точно так же произносятся на санскрите. И много-много он таких примеров приводит. Скажем так, первое, что его поразило, был момент, когда он получал ключи в гостинице от своей комнаты, номер 234, и, соответственно, ему сказали 234. Вот теперь давайте процитируем его реакцию. В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой девушкой в Москве, или нахожусь в Бинаресе, или у Джайни где-то 2000 лет назад. На санскрите 234 будет двишата дидшата четвари. Возможно ли большее сходство? Вряд ли найдётся ещё два различных языка, сохранивших древнее наследие, столь близкое произношение до наших дней. Вот, это, соответственно, реакция индийского санскритолога. Теперь немножко поговорим о том, что, видя такое совпадение языков, скажем так, да, наверное, можно сделать выводы о неком родстве индоевропейских народов, а может быть о единой прародине, о едином праязыке. И встаёт вопрос, а есть ли ещё какие-то доказательства кроме схожести языка? Вот так как у нас, в принципе, тема сейчас только языке, мы буквально пару слов скажем про эти доказательства и пойдём дальше. Ну, хочется, конечно, сказать о исследованиях Анатолия Алексеевича Клёсова, советского американского биохимика, доктора химических наук, лауреата премии Ленинского комсомола и Госпремии СССР. Работы учёного посвящены ДНК-генеалогии науки, изучающие последовательность ДНК и скорости накопления мутаций в ДНК человека. И, соответственно, он делает очень интересные и простые для нас, наверное, выводы. Вот давайте прямо его процитируем. Гоплотипы иундусов и славян практически совпадают. Или славянский гоплотип старше на 950 лет. Ясно, что про славяне пришли в Индию, а не наоборот. Кроме того, вот недавно попала мне в руки очень интересная книжка о архитектуре, о схожести архитектур храмов России и Индии. И вот давайте тоже прямо немножко об этом поговорим. То есть, как оказалось, основные элементы в устройстве храмов совпадают. Ну вот, например, храм Биджанд в Гималаях и разбирается церковь Тихинской иконы Божьей Матери в Торжке. И оба этих храма состоят из главного объёма. В России этот объём называется стопа, в Индии он называется вимана. Соответственно, главный объём это место, где происходит самослужение. Трапезная в Индии она называется мандапа. Притвор это обустроенный определённым образом вход в храм. Соответственно, в Индии он называется артха мандапа. Ну и галерея это некая веранда с навесом вокруг. Соответственно, вот её можно видеть, например, в Дели есть такой храм Джамара-Джарата. Если говорить о славянских храмах, то это храмы в Галиции, село Звыжень, и Польша это село Овчары. Ну, скажем так, резюмируя вот наши разговоры о санскрите, видна тесная связь, взаимосвязь народов, культур, языков русского и санскрита. Ну и, наверное, сложно сказать, какой был язык первичен, русский или санскрит, скорее всего, был какой-то праязык, который позже, да, вот какая-то часть наших предков осталась на территории России, Сибири, какая-то часть ушла на территорию Индии, и вследствие этого языки несколько изменились, стали отличаться друг от друга. А теперь с вами перейдем к следующему вопросу. Методы изменения языка, ну, что это может быть? Замена кирильца на латиницу, замена букв Б на В, З на С, К на С, Г на Х, но об этом поговорим подробнее, создание новых правил, и заодно обсудим части слов русского и английского языков. А вот сегодня буквально прочитал новость о том, что в Казахстане окончательно утвердились в том, что кириллицу будут изменять на латиницу, то есть, да, такое какое-то сознательное стирание культуры. Вот, как, ну, оказывается, подобные процессы происходили не раз, и начались они достаточно давно. Очень интересным примером вот такого, такой замены может служить плачевная речь по Карлу 11-му. Документ был написан церемонимейстером шведского королевского двора, соответственно, на русском языке того времени по случаю смерти шведского короля Карла 11-го, который умер в 1697-м году. Речь была произнесена в Стокгольме примерно полгода спустя после смерти Карла в день его рождения на мемориальной церемонии в момент, когда останки короля были перенесены в усыпальницу шведских королей. И впоследствии речь была издана и напечатана латинским шрифтом в двух экземплярах. Ну, как, скажем, пишут официальные источники, речь представляет интерес для исследователей словистов как образец транскрипции русского языка конца 17-го века, для литературоведов как образец поэзии того времени, а для историков в связи появления подобного литературного памятника в контексте отношений шведской короны и ее русскоязычных подданных. И вот теперь самое интересное. Речь была написана по-русски, но опечатана латинскими буквами, так как якобы в распоряжении не имелось литер кириллицы. И на самом деле это все, скажем так, официальная версия кажется немного странной. И вот почему. То есть, во-первых, далеко не все русскоязычное население, тем более Швеции, в то время умело читать. То есть, дали вам речь, ну и что толку, если читать вы не умеете. Тем более читать на своем языке, но на латинице. Во-вторых, эта речь была напечатана всего в двух экземплярах, а этого вряд ли хватит для всего русского населения. А если, скажем так, этого русского населения было мало, то не слишком ли это большая честь для этого русского населения. И вот у меня теперь, ну скажем так, я распечатал эту бумажку с этой речью, с первоначальным ее листом. Кому интересно, может там, я не знаю, прямо онлайн набрать похоронная речь шведского короля. И вот здесь действительно, скажем так, буду говорить то, что вижу, да, напечатаны некие слова, причем слова русские, но латинскими буквами. Вот давайте я даже попробую сейчас что-то прочесть. Плачевная речь на погребении Карлоса XI славного, благоговенного и милостивого нашего государя, ныне у Бога спасенного, когда его королевское величество от души оставленное тело с подобающей королевской честью и сердечным своих подданных рыданием будет погребено. Вот ради интереса, как написано слово «благоговенного». Ну, конечно, это латиница, давайте «б-л-э-г-х-о-г-о-г-о-в-е-две-н-а-г-е-о». То есть с трудом, но это прочитать можно. Соответственно, все мы знаем, что Владимир Ильич Ленин в свое время хотел произвести подобную реформу и в только что развалившейся Российской империи но, слава богу, этого сделать не успел. Вот. Ну, еще один хороший современный пример это польский язык. По крайней мере, ну, я сейчас, опять же, сразу предупреждаю, что в произношении я на польском не силен, меня интересовало только написание, поэтому я буду говорить польские слова, ну, наверное, неправильно, но, опять же, главное написание. И вот давайте разберем русское слово и соответствующее ему польское. Несколько примеров. Улица. Так и пишется только латинскими буквами. Улица. Птица. Или птаха. Птах. Страна. Край. Ну, в принципе, тут все понятно. Граница. Граница. Код. Код. Окно. Точно так же пишется только латинскими буквами. Окно. Слово. Слово. Через W. Страница. Страна. Дорога. Дрога. Буква. Лист. Ну, здесь, понятно, аналогия. Сказка. Вот, интересно, байка. Нога. Нога. Рука. Река. Голова. Глава. Час. Годзина. Тут тоже, да, понятна аналогия. Враг. Врок. Конь. Конь. Ну, и так далее, и тому подобное. Вспоминая Шишков. Шишков Александра Семеновича, о котором мы сегодня говорили, вот он писал о том, что в таком случае, что это не разные языки, а скорее разные наречия. Давайте теперь, раз уж мы затронули реформы, которые проводились в русском языке в 17-м году, да, часть из них, слава богу, не была воплощена, да, вот, например, переход на латиницу, но отчасти все-таки немножко нагадили, скажем так, в русском языке. Вот давайте посмотрим, что, например, сделали. Во-первых, сократили русскую буквицу, из алфавита исключались буквы ядь и фита, и исключалась буква и десятиричная. Вместо таких должны теперь употребляться е, ф и и, соответственно. Ну, вот, приведем примеры, да, слово мир, это мир состояния без войны, и слово мир, которое писалось через и десятирично, это как английское ай, это общество. Соответственно, раньше эти слова имели, ну, и сейчас имеют разные значения, но раньше они писались одинаково. Следующий исключался твердый знак на конце слов у частей сложных слов. Изменялось правило написания приставок. Вместо Z писалось S, ну, например, да, как мы уже говорили, разбить, ну, осталось разбить, разораться, раступиться, но раз, соответственно, так писалось ранее, теперь надо было писать раступиться, то есть вместо буквы Z появлялась буква S. Писалось безсердечный стало писаться безсердечный, писалось безспечный стало писаться безспечный. Ну, и еще вот такой тоже важный момент изменения в случае, если после приставки находилась гласная, то буква I заменялась на I. Ну, вот, чтобы было понятно, приведу пример. Если ранее слово подиграть писалось через I, ну, то есть подиграть, логично, что когда мы разбираем слово на части, ну, игр, там, корень, то теперь оно пишется под играть через I, под имать, то есть вот какой корень в слове подымать, ну, наверное, им это что-то непонятное. Ранее оно писалось под имать, и, ну, понятно, имать это что-то забирать себе. Ну, еще один пример это слово подытожить, то есть есть итог, а тут почему-то и тоже, корень превращался в и тоже. И логично, что данные изменения, мягко выражаясь, подрывали науку языкознания, и в тот момент, в момент принятия вот этих новых правил, на самом деле было очень-очень много возмущений. Ну, что писали в то время об этом? Никто не имеет права насильственно производить изменения в системе установившейся орфографии, допустимы только изменения, которые происходят незаметно под влиянием живого примера образцовых писателей. В реформе нет никакой настоятельной надобности. Усвоение правописания затрудняется не только самим правописанием, сколько плохими методами обучения. Нужно, чтобы одновременно с проведением реформы орфографии в школе были перепечатаны по-новому все школьные учебники. Далее нужно перепечатать всех классических авторов Крамзина, Островского, Тургенева и других. Необходимо, чтобы весь преподавательский персонал сразу с полной готовностью и с полной убежденностью в правоте дела принял единогласно новое правописание и держался его. Ну и так далее и тому подобное. Соответственно, назывались и плюсы, но они, скажем так, такие смехотворные. Например, это экономия краски при печати, это упрощение языка, но говорили так, что меньшее количество правил и путаница. Но не значит ли это, что тогда уж совсем давайте сведем все к минимуму и будем там рычать, мычать, хрюкать, я не знаю, как животные. Теперь перейдем к вопросу, скажем так, еще одного метода изменения языка, который может в принципе совершаться осознанно, так, наверное, и неосознанно в ряде каких-то причин. Это замена букв B на V, Z на S, K на S, G на H. Вот для наглядности давайте сразу же примеры. Вавилон, Бэбилон, да, соответственно, меняем B на V и меняется произношение. Интересный пример Василий, Базилевс, то есть здесь B меняется на B, а S меняется на Z и вот Василий превращается в правителя. Уже упомянутое нами слово Варвар, Барбериен, то есть вот Варвар заменяется на Барбар по сути. Теперь рассмотрим буквы пару Z, S, Азия. Ну, соответственно, все мы знаем, что на английском Азия пишется через S Асия или Эйша, если правильно произносить. На самом деле вообще Азия, есть такое мнение, что почему Азия называлась Азией, потому что жили в ней Азы. Например, даже подчиненные Ивана Васильевича Грозного подписывались сей Аз есть холоп твой. Ну и понятно, что Азы это некие основы и очень может быть то слово Аз как раз и происходит от слова Аз. Г и Х в русской буквице Алексей, кстати, вот вопрос вам. Давай. Могу ли я в прямом эфире произнести, как в русской буквице читалась буква Х? Но если это будет звучать нематерно, невызывающе, пожалуйста, произноси. Ты имеешь в виду хер? Да, точно, хер. Соответственно, ну все мы понимаем, что это образ некого мужского начала. Отсюда ведем параллели и видим в английском... Сразу тогда уточнение, если уж мы говорим про буквице, это не только образ мужского начала, там много значений. Ну скажем так, одно из. Одно из? Одно из, да, давайте говорить четко и правильно. Соответственно, проводим параллели в английский язык херроу, герой, соответственно, вот этот же самый хер там и присутствует в этом слове. Геракл, это, да, мы меняем г на х, получается херакл, херкулис, сын Зевса. Соответственно, берем немецкий язык херро, это вообще обращение к господин мистер, мужчина. Уважаемый. Уважаемый причем, да. Важный, и там много чего с этим связано. Вот. Интересно, что в США в момент, скажем так, создания наркотика героина ему осознанно дали такое название героин, то есть герой внутри. Вот. Следующая пара, ну, она такая больше, наверное, непоказательная, вот именно как изменяется произношение буквы К и С, когда, ну, буква С, по сути, буква С произносится как К. Кэббидж это капуста, кейдж это клетка, карта это карточка, ну, и так далее. Так, мы с вами рассматривали схожесть русского языка санскрита, немножко так по польскому языку пробежались. Давайте теперь перейдем к английскому языку. И, ну, опять будем пользоваться, наверное, самым простым и логичным методом это метод сравнения. И вот очень много интересных примеров в английских словах есть начинающихся на букву Ф, а, как известно, буква Ф, скажем так, не является исконной русской буквой. И, насколько я знаю, даже Александр Сергеевич Пушкин, написав в одной из своих поэм, то ли, вот сейчас боюсь соврать, то ли, по-моему, Руслан Людмил очень гордился, что только одно букву, только одно слово, начинающееся на букву Ф, он там употребил. Может быть, о царе Салтане, все-таки? Да, может быть, может быть. Ну, как сказал, могу ошибаться здесь. Где слово флот, он применил. да, верно. Вот как раз давайте теперь начнем сравнивать английский и русский, и вот давайте со слова флот и начнем. то есть, если у нас есть слово плот, соответственно, аналог, меняем букву П на Ф и получается флот. Еще интересный пример слова пламя. Меняем букву П на букву Ф и получаем, вот если читать без акцентирования внимания на правильном английском произношении, то мы получим фламе. Ну, то есть, по сути, один в один, я думаю, что вряд ли бывают такие совпадения. То есть, флэйм, а читается как фламя. У нас, скажем так, было слово перст, главный палец, да, вот первый, скажем так, палец, а у них буква П на букву Ф поменялась и получилась ферст. Соответственно, первый, лучший, главный. Давайте еще немножко посмотрим слова. Баба, бабу, ну, то есть бэйби, по сути, да, бить, бед, но пишется как бить, черешня, черри, сын, сон, брат, бразер, бразер, если правильно произносить, мать, мазер, сестра, шиста, толковать, толк, нос, нос, стул, стул, грунт, граунд, ключи, киз. У меня вот, кстати, дочка двухлетняя, буквально недели три, что ли, назад взяла ключи в руки, в руку начала тресить, кей, кей, ну, то есть, вот тоже такой показательный пример. Еще хотелось бы затронуть в продолжении нашего разговора, да, о замене, там, произношении замене букв. Все мы знаем произведения Вальтера Скотта Айвенга, так вот, оказывается, что на английском название пишется, как, если читать по-русски, не изменяя подачу голоса, скажем так, английским акцентом, то мы прочитаем Иван Гой, вот Иван Хой, ну, соответственно, мы знаем, что буква Х меняется на Г, Иван Гой. По сути, ну, Гой, да, это в русском языке есть такое обращение, вот даже когда приходит в сказках добрый молодец, там, к бабке Ёжке, она спрашивает, Гой ли ты есть добрый молодец? То есть Гой человек, скажем так, идущий по неким таким правильным нравственным жизненным путям. Отсюда, кстати, слово «изгой» — человек, переставший быть Гоем. Соответственно, как видим, да, связь многих слов очевидна, причем во многих языках это английский, русский, польский, сансквит и так далее. Давайте немножко поговорим о том, чем эта связь может быть вызвана. На то имеется несколько причинностей, ну, первое, это, как мы уже говорили, существование некого общего проязыка, второе, это частично возможно умышленное изменение слов, да, хорошо видно на примере буквы «ф», третье, это наличие родственных групп языков, то есть, когда в двух языках встречаются слова, понятные, скажем так, носителям обоих языков. Есть даже специальная шкала, разработанная американским лингвистом по фамилии «Сводиш», которые характеризуют степень роста языков. Она основана на количестве процента общих слов в языках. И есть еще шкала русского исследователя Яханта Вав, в которой учитывается также степень взаимопонимания носителей двух языков. Так, четвертая причина схожести языков. Это похожие слова появились, ну, могли появиться в русском, английском в каком-то еще языке посредством заимствования этих слов из других языков, ну, там, латинский, арабский, что-то еще. Ну, и, кстати, третья, четвертая версия могут быть отнесены к существованию общего проязыка. Вот. И есть такая версия, ну, скажем так, достаточно забавная про появление такого английского акцента, немножко, как будто мы разговариваем с набитым ртом. Вот была цинга, которая, скажем так, оставляла людей из зубов, и народ после выпадения этих самых зубов начинал шепелявить, и в языке сохранились характерные шепелявящие и свистящие звуки. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу. Правила словообразования. А именно соединение более простых слов, образность, плавающее ударение, замена согласной в корне, неполногласной формы. Логично, я думаю, предположить, что речь, ну, как и вообще все на свете развивалась поэтапно. Сначала появлялись некие природные звуки, да, как об этом и писал Шишков. Там слогокорни или словокорни, как хотите называйте, которые изображали рычание, мычание, жужжание, что-то еще. И на основе этих звуков начали появляться слова. Вот очень показательное и красивое слово. Это слово «шелест», да, вот «шелест». И, соответственно, мы его произносим, и в голове какая-то такая картинка теплого лета, я не знаю, там, залитый солнцем лес, звук листвы под ветром. Вот. И это все формируется в такую картинку, скажем так, которая и называется образностью речи. То есть это когда в голове при произнесении слов рождаются какие-то там картины, ассоциации, может быть, даже тактильные, зрительные, слуховые эффекты. Вот. Соответственно, эти образы, выраженные в словокорнях ложились на предметы, на явления, каким-либо образом связанные с изначальным природным звуком. И, соответственно, с развитием речи каждому слову давался свой род мужской, женский или средний. И часто это происходило в зависимости от того, какую роль выполняло то или иное действие, предметы или явления. Чаще всего отождествление проводилось с продолжением рода, поскольку род в то время для человека стоял во главе всего. Матушка-Земля получила женский род, поскольку она рожала из своей плоти растения, давала пищу, пропитание. Например, свет, если говорить про свет, свет изливал из себя Ярила, и, соответственно, сам свет получил род мужской, поскольку он оплодотворял землю теплом светом. Интересно отметить, что и, скажем так, человек отождествлял себя с растением. Ну вот какие примеры. Для появления новой человеческой жизни и нового растения нужно семя. Когда семя попадает в необходимую среду, начинает зреть плод. И вообще есть такое мнение, что даже слово «здоровье» оно произошло от словосочетания «с дерева». И если взять современное словообразование, то мы увидим, что, в общем-то, ничего не поменялось. Название вещей, явлений по-прежнему отображает в себе определенные характеристики, определенные ассоциации, которыми эти вещи обладают и которые эти вещи вызывают. Ну вот, я не знаю, начиная с самых простых. Самолёт, паровоз, водород, вездеход, да, там, до более сложных, может быть, для современного понимания. Ну, например, целитель, да, тот, кто восстанавливает раны, тот, кто делает тело и душу целыми. Богатырь, несущий Бога, да, где вот тырить здесь имеет значение нести. Ведьма, ведущая мать, ну и так далее. Очень часто в образовании слов участвуют приставки, предлоги, ну, предлоги, ставшие приставками, наверное, даже так правильно сказать. И порой эти слова, они сильно маскируют, маскируют первоначальное слово и смысл. Ну вот, например, скажем так, слово безобразный. Ну, тут, я думаю, всё понятно, это безобразный, да. Присоединяется приставка без, смещается ударение и получается безобразный. Слуга. Здесь уже, наверное, немножко сложнее. Ну, то есть это человек, пришедший с луга. Ну, слуги работали на лугу, да, там хозяин-барень сидел где-то у себя в хоромах. Наблюдатель. Соответственно, видящий ясно, ну, есть даже такое выражение, ну, как яблочко по блюдечку, да, и мы всё как на блюде видим. Беспечный. Это человек, ну, во-первых, пользуемся правилом, да, что до 17-го года слово писалось как безпечный, и понимаем, что это человек без печки или, точнее, без опеки, потому что опекать — это значит заботиться. И, по сути, когда мы кладём в печь там пищу для приготовления, то печка о ней заботится и делает, приспосабливает её к употреблению нами, скажем так. растение писалось как растение. Тут понятно, что, да, это дающее начало для тени, для её начала. Развитие то же самое. Ну, вот, интересное слово доблесть. Да, доблестные войны — это войны в начищенных до блеска доспехах, то есть, ну, начистить до блеска. Вот получается доблесть. Интересное слово, которое в дальнейшем стало там приставкой и предлогом — это «вы». Ну, например, «выключить», «выгнуть», «выдать». А также это слово «вы» имело значение чего-то тёмного, непознанного. Да, именно поэтому Бога не называют на «вы». Именно поэтому Святослав, когда шёл на Хазар, говорил «иду на вы». То есть это даже не сколько уважения, а сколько там прямое обозначение «иду на тьму», «иду на что-то непознанное». Давайте теперь про ещё одно правило поговорим. Соответственно, в угоду формирования слов существует, скажем так, функция замены гласных корней, которая меняет слово, позволяет взглянуть на него под новым углом и порой даже имеет значение. Вот давайте посмотрим, как это работает. А вообще цепочки такие К, Ч, Х, Ш, Ц, Г, Ж, З, С, Д или Т. Слово «суша». Соответственно, меняем «ш» на «х», получается «суху». «Суха», «сук», «сучок». То есть «суша», «суха», «сук», «сучок». Мы понимаем, что это однокоренные абсолютно слова. Чуть сложнее «лицо», «личина», «лика», «лихо». «Род», «рожать», «родина», «целый», «чело». То есть, да, буква «ц» и «ч» взаимозаменяемы, соответственно, «целый» и «чело». И даже слово «человек» ранее могло писаться как «целовек». Ну и, например, ещё «век вечность». Вдобавок ко всему многие слова обладают двумя формами полногласной и неполногласной. И одно слово в разной форме может иметь разный временной окрас либо вообще менять смысл. Ну давайте опять на примерах разберём. Хоромы, храмы, да, то есть тут «оро» заменяется на «ра», «город», «град», «оро» на «ра», «корова», «крава», «молочный», «млечный», «порох», «прах». Здесь слово даже немножко меняет свой смысл. Хоробрый, «храбрый», «берег», «брег», «мрак», «морок». И очень многие слова, если к ним повнимательней приглядеться, раскроют свой действительно древний первоначальный смысл и даже будут являться неким историческим маркером, могущим дать представление о этой самой прошлой жизни. Есть такое всем известное выражение «носишься как галтелый». И все его знают, все его периодически употребляют, но думают, что не все понимают изначальный смысл. Давайте же про него немножко поговорим. В Древней Руси, когда русское войско сталкивалось с противником много превосходящим в численности, витязи, богатыри, воины снимали себя брони и бросались в бой с голым торсом, ну как бы соединяясь с ветром, с природой. Это был обряд, один из обрядов, посвященных богу грома и молнии, защитнику Перуну. И очень хорошо этот момент показан в фильме «Русь изначальная», который снят по соответствующей книге. Давайте пойдем дальше. Водитель. Почему слово водитель так пишется, так произносится? Первыми водителями были мужчины, которые управляли ладьями, лодками, то есть они водили по воде. То есть в слове водитель первоначальное значение имеет вода. А женщины, как правило, оставались на берегу и там дожидались музей, господи, мужей, хранили дом, хозяйство, и поэтому их стали называть берегинями. То есть женщина на берегу — берегиня. И поэтому берегиня впоследствии приобрело вот такой оттенок сохранения. Слово «доля» в значении «судьба». Почему вообще слово «доля»? Мы можем... Доля равнозначно судьбе бывает очень часто. Раньше эти слова напрямую зависели друг от друга и от того, какая доля, скажем, убитого оленя достанется твоей семье или какая доля земли, плодородной или нет, достанется твоей семье. Зависела сытость, зависело здоровье, а значит судьба твоих родных и близких. Слово «чародейство». Слово происходит из обряда проводимого с водой перед поливом земли семенами для того, чтобы семена росли, скажем так, большими и смогли дать много пропитания. Для этого бралась специальная чара, в которую набиралась дождевая вода и уже над водой именно в этой чаре проводились определенные действия руками. И, соответственно, вот по этому слову «чародейство» имеет в себе два корня. Это чара и действо. Интересное слово «дорогой». Вот здесь как раз в игру вступают ударения и, соответственно, при его перестановке получается слово «дорогой». Понятно, что чем большее расстояние проехала вещь, тем большую цену она получает. Ну, Россия-маточка у нас страна большая, великая, поэтому понятно, что логистика играет большую роль. И как и тогда, так и сейчас, скажем так, гораздо дороже доставить какой-либо груз из Москвы на Камчатку, чем там из Москвы в Рязань, скажем. И напоследок вот этого раздела давайте затронем такое интересное правило. Ну, у него или нет названия, либо иногда называют правило «45». То есть это правило, которое помогает бессмысленный набор звуков отличить от речи. И вот был не так давно, может быть, несколько лет назад предложен учеными следующий способ. Нужно построить график зависимости между звуком или словом и частотой его употребления. Если он будет примерно похож напрямую, ведущую под углом 45 градусов, значит, это определенно осмысленная речь. И вот, скажем так, интересно, что при анализе звуков дельфинов получился именно такой график. Перейдем к следующему вопросу. мы с вами уже успели рассмотреть работы по слогу-слогу-корням Шишкова, это был 18 век, теперь рассмотрим современные работы по, опять же, слогу-слогу-корням Сергея Трофимовича Алексеева и Михаила Задорнова. Вот, ну, немножко хотелось бы рассказать о своих впечатлениях о творчестве Сергея Трофимовича Алексеева. Мне в 98-м году на день рождения родители подарили книжку «Стоящий у солнца», которая входит в его цикл «Сокровище Валькирии». И вот, скажем так, приходя домой из школы, буквально с головой погружался в эту его книжку. К тому же действия происходили на Урале, а сам я родом из города Соликамска, на тот момент еще Пермской области, сейчас это Пермский край. А события романа как раз в основе происходили на Урале. И вот именно из этой книги я узнал о концепции русского языка, которые строятся на слове и слогокорнях. И в то время лет мне было, наверное, 13-14, как-то сразу стало ясно и даже не закрадывалось сомнение, что Ура — это свет, солнце, Гай или Гей — это передвижение, эстей — это неподвижность, рок, ну, пусть это не совсем слогокорень, это судьба, и в то время хотелось видеть вот эти слогокорни вообще в любом слове, в любом сочетании букв, что, конечно, в корне неверно. И через достаточно большой промежуток времени, если я не ошибаюсь, где-то, наверное, года три назад, Сергей Трофимович выпустил роман-эссе в двух частях, а потом выпустил и третью часть. это 40 уроков русского и ведическую грамматицу, где он уже более подробно остановился на слово-корнях. И давайте немножко его процитируем. Все языки индоевропейской семьи имеют один и тот же исток и произошли из древнего слогового проязыка, где каждый звук либо звукосочетания несли смысловую нагрузку. Несмотря на внешнюю видимую простоту, это был самый ёмкий и совершенный язык во все времена человеческого общения и обмена информацией. По своему уникальному состоянию его даже не с чем сравнить. В мире не существует известных систем, которые хотя бы отдалённо напоминали подобную. Цифровые технологии не в счёт, ибо имеют иную природу и назначение. Алексеев замечает в книге, что появление азбуки как таковой это вынужденная мера консервации знаний, скажем так, подстраховка от их потери. А сам язык существует не только, чтобы на нём говорить, но в первую очередь, чтобы накапливать знания и мыслить. То есть язык это некий совершенный инструмент для познания окружающего мира и самого себя. И теперь давайте рассмотрим несколько примеров основных слогокорней, о которых рассказывает Сергей Трофимович. Ну, например, сочетание букв Ч и Т, то есть ЧТ или ЧИТ, это получение и передача знаний. Примеры читать, считать, учить, поучать, чтить. В слове речи, кстати, согласная ЧИ имеет отношение как раз к этому значению. Словокорень «ре». «Ре» — это повторение течения, ну, например, «река», «реку», говорю, да? И как следствие «ре» — это возможное возвращение к исходной точке. Если говорить об английском языке, то там это повторяется, ну, например, слово «репит», повтор, реанимация, возвращение души в тело. Ещё интересное русское слово «время», то есть это моё течение в этом мире. «ду» — сочетание букв «д» и «у» — это что-то невесомое, незримое, бесплотное, но осязаемое, имеющее отношение к стихии воздуха. Например, «радуга» — это движение солнечного незримого света. «Дух», «душа», «дума», «дуновение». Слагокорень «го». «Го» — это нечто стоящее на порядок выше, главенствующее, приближённое к Богу. Ну, есть «сударь», а есть «го-сударь». Есть «голова», есть «го-рыныч». «Горыныч» образован из слогокорня «го» и природный слогокорень «рычать». Ну, соответственно, «го» ему даёт главенствующий смысл, и «горыныч» таким образом становится неким главным змеем. «лю», сочетание букв «л» и «ю» это свет земной отражённый. Ну, «люди», «люлька», «люстра». Вот «люстра» очень интересное слово. Здесь «лю» — это земной свет, а как мы говорили ранее, «стр» — это некое распространение. Ну, то есть, по сути, «люстра» — это такой распространитель земного света. Теперь поговорим о русском языке, как раз как о языке света, который создавался в солнцепоклоннические времена. Какие маркеры, какие примеры нас на это могут навести? Ну, во-первых, он напитан огненными согласными «г», «ж» и «з» — «горение», «жар», «жизнь», «земля» и «солнечные корни», про ряд из которых мы уже говорили. Это «хор», это «ра», это «яр», это «лу». Ну, вот, слово «лучше», что значит? «Лучше» значит «светлее», корень слова «лучше» это «луч», то есть «лучше» это «солнечней», по сути. Интересный пример слова «получать», то есть «получу». Получить можно от того, кто излучает знания, может быть, положительные эмоции, какую-то энергию. Ещё одно показательное слово, хотя по нему уже очень много поездили, как в положительную, так и в отрицательную сторону, но давайте всё равно про него скажем. Это слово крамола. Абсолютно логично, что сейчас это слово имеет негативную окраску и церковный уклон. Ведь, по сути, крамольники молились исконным богам о непринесённой религии Византии. Ну, то есть крамола, да, это крамолфь, то есть молфь, идущая к свету. Ещё такой пример слова перевёртыша, слово, которое изначально имело положительный смысл, а потом приобрело негативный, это слово позор. Изначально оно имело значение языческого представления от слова зреть, да, то есть люди зрели на это представление. Об этом писал Борис Александрович Рыбаков, советский и российский археолог, историк Академик РАН. Теперь поговорим ещё об одном современном исследователе русского языка Михаиле Николаевиче Задорнове. Пожелаем, кстати, ему крепкого здоровья. Ну, во-первых, хочется отметить роль Задорнова в качестве некоего глашатая русского языка. Михаил Николаевич заставил многих гораздо глубже задуматься о родном языке, рассказывая о его глубине, о его тайнах, о значении на своих концертов. Но, во-вторых, Задорнов и сам проделал большую работу в изучении языка, в исследовании языка, и достаточно долго вел колонку в своём ЖЖ, живом журнале, посвященном этому вопросу, выпустил книгу «Слава роду этимологии русской жизни». И давайте рассмотрим работы Задорнова с точки зрения рассмотрения форм написания букв. Будем приводить цитаты из его живого журнала. «Л» значит «любовь». В алфавите осталась просто буква «Л», соответствующая конкретному звуку. Я думаю, что не случайно во всех европейских языках «Любовь» начинается со звука «Л», за исключением французского. По-французски «Любовь» «Амур», что тоже имеет тайный смысл. Звукосочетание «МР» в индоевропейском проязыке соответствует всему, что связано со смертью, а звук «А» до сих пор во многих языках употребляется как противопоставление. Поэтому «Амур» — противопоставление смерти, то есть жизнь. А «Любовь» — это главное проявление жизни. Если мужчина и женщина любят друг друга, «Л», вот здесь он прямо дает рисунки, изображения, надписи этих букв. «Л» — это две палочки, соединенные сверху, все мы знаем, то есть это как бы мужчина и женщина соединились на высшем уровне. А если они соединяются еще и на бытовом уровне, то значит они построили свой дом. Да, все мы представили букву «Д», и первые послепещерные жилища людей как раз и строились в форме пирамидок чумы, вигвамы, шалаши. В алфавите от этого образа дома осталась лишь простая буква «Д», ничего не обозначающая, кроме того, как ее произносить. И, кстати, пишет Задорнов, что символ дома так и вырезался на деревянной дощечке пирамидкой, которая стоит на маленьких ножках, дабы жилище продувалось и не гнило. Точь-в-точь наша заглавная буква «Д». Далее Задорнов рассматривает букву «Т». Ну, это твердь, да, то, о чем мы уже с вами говорили. То есть представили букву «Т», соответственно, похоже на то, как человек, раскинув руки, твердо на ногах, стоит на земле. Соответственно, отсюда и вид этой буквы «Т». Буква «Б». Буква «Б» пишет Задорнов, похоже на беременную женщину. Вообще, слово «беременная» образовано от слова «Бог», «Ра» и «Материя». Эта новая материя дается Богом и светом, поэтому с буквы «Б» и начинается слово «Бог». Даже в Библии, да, сначала было слово и слово это было Бог. Далее Задорнов рассматривает букву «П». Вот разберем буквально последний пример. «П» означает «по», «поверх». То есть недаром две палочки и, ну, все представили букву «П» и сверху еще одна, которая их покрывает. То есть это соединение бытовое и не духовное. Роднички разведены, а крыша над головой вроде как общая. Перейдем к следующему вопросу. Причем сейчас с вами будем вступать в абсолютно, скажем так, неизведанные слова как возможный инструмент творения. Ну, вот как уже было сказано выше, начнем пример с Библии. В Библии сказано, это первая строка Евангелия от Иоанна Новый Завет. Вначале было слово и слово было у Бога и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь и жизнь была свет человеков. Если брать современное летоисчисление, то рядом с датой сейчас указывается от Рождества Христова. А если смотреть более ранние документы, многие из них, например, уже рассмотренную нами похоронную грамоту шведского короля, то в них рядом с проставленной датой указывается от воплощения Бога Слова. Слово это вибрация, это раздражение пространства, это колебание воздуха. Вибрирует все, начиная от молекул, кончая с самой Вселенной. И значит, не исключена возможность, что слово и речь в целом могли быть неким инструментом строения и создания, инструментом влияния на пространство и окружающий мир. Но опять же, вспоминая Библию, библейский город Иерихон был разрушен посредством как раз звуковых колебаний из труб. Отчасти эта возможность сохранилась и сейчас, и это даже подтверждено физикой, и, скажем так, сейчас понятно, что в этом нет ничего сверхъестественного. Общеизвестно, что воду можно заряжать как положительно, так и отрицательно с помощью музыки либо речи, то есть воздействовать на неё на физическом уровне определенными вибрациями определенной энергией. Так же и с нами, со всеми, с любым человеком. Если там до нас наорать, будет достигнут один эффект, у нас будет одно настроение. Если нас взбодрить, если нас похвалить, то эффект будет противоположным. К тому же в русском языке существует достаточно количество слов, определяющих вид нашей речи. Ну, то есть говорить можно по-разному, можно материться, можно вещать, можно изъявлять, можно твердить. И у всех этих возможностей есть однокоренные слова, означающие процесс творения. Ну, то есть материться, материя, вещать, овеществление, изъявлять, делать явным. Вот по этому поводу Сергей Трофимович Алексеев пишет, немножко поцитируем. Во главе угла стоял не знак, а живой звук, причем не записанный на каком-то носителе и даже не зафиксированный нотами на бумажке, а всякий раз воспроизводимый устами человеческими или скорее божественными, если вспомнить расхожую фразу многих древних преданий, где вначале было слово и слово было у Бога. Мир в начале времен вообще имел стройную гармоничную систему коммуникации, существующую совершенно на иных принципах, благодаря звукам, волнообразным вибрациям определенной частоты. Вот тогда слово можно было и воскресить, и убить. Можно было резать крепчайший гранит, плавить камни, придавать им нужную форму, преодолевать гравитацию, сооружать из тысячи тонных блоков строения. Ну и напоследок давайте совсем чуть-чуть затронем тему образности русской буквицы. Еще в XIX веке в школе проходили образную азбуку. Такую азбуку, где каждой буфке соответствовал свой индивидуальный образ и в голове у обучаемого складывались вполне определенные азбучные истины. То есть создавалась матрица понимания окружающего мира. Ну и недаром само слово образование имеет в своей основе слово образ. Давайте сейчас рассмотрим некоторые понятные истины, получаемые чтением букв образов из азбучной истины, из азбучной матрицы, простите. И вот просто берем, скажем так, вот эту табличку с русской азбукой и читаем первый ряд по горизонтали именно по образам. Аз Бога ведает глаголе добро, что есть все сущее. Вот здесь нужно заметить, что существующий образ буквы Б Буки более нам привычный был, скорее всего, внесен позже, когда на Руси боролись с язычеством. И сделали это, скорее всего, Кирилл и Мефодий. Давайте еще некоторые примеры с вами посмотрим. По диагонали аз весьма мудр, устоят варя родовые во времени. Первый ряд по вертикали. Аз живет как слово цельное снизошло и было познано. Четвертый ряд по горизонтали. Слово твердое соединяет устои и смысл. Суть. Как можно видеть, и в русской азбуке большое внимание уделяется с ролью слова. Итого мы получим, если прочитаем соответственно все ряды 16 азбучных истин. Теперь посмотрим, поможет ли нам в некоторых случаях значение образов лучше понять слова. Ну, понятно, что далеко не ко всем словам это можно применить, и не все слова можно разобрать по данному принципу, но все же. Любовь. Разбирая по образом, получается, люди богов или боговедуют. Совесть с вестью в соответствии с утвержденными ведами или знаниями. Жрец жизнерекущий. Вот, кстати, о том, что жрец — это жизнерекущий, в том числе в своих изысканиях писал академик Российской академии наук Борис Александрович Рыбаков. Ведун слово образовано от образа буквы «В», то есть ведающий, знающий. И само слово образ, следуя букве «С», можно разобрать как бога мерекомый, сотворённый человеком. Таким образом можно сделать интересный вывод, что понятие образованный принимает ещё некое дополнительное значение, то есть следующий слову Божьему. Вот, Алексей. Да, да. Да. Ну, наверное, всё, что хотел я сегодня рассказать, я сказал. Если вкратце резюмировать, ну, давайте любить, давайте изучать русский язык, разговаривать и мыслить на нашем языке, это большая честь и ответственность. Вот, скажем так. Хорошая резюмировать. Хорошая, да. Давайте сейчас приедёмся на небольшую музыкальную паузу, коротенькую, буквально там полторы минутки, чтобы чуть-чуть отдохнуть, а потом перейдём уже к общению и к вопросам и репликам, которые поступили в чате Народославянского радио и в чате нашего канала на Ютубе. Итак, отдыхаем. Народное славянское радио Для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok